Почему нельзя включиться? Потому что креатин работает по-другому вообще. Я вам объясню, кто-то еще дошел. И вот многие Силуянов там что-то рассказывают, там еще кто-то что-то рассказывает. Силуяновские методики могу сразу сказать. Вот эти методики, во-первых, он очень много врал, что он там чемпионов каких-то подготовил. Он никого не подготовил. Вот честно, вот при этом Станислав, он говорит, я общаюсь с велосипедистами, он говорит Силуянову в своих видео, что он там кучу велосипедистов, чемпионов подготовил. И я, говорит, общаюсь с велосипедистами, мы вообще не знаем, что бы Силуянов там подготовил. То есть это он нам на видео рассказывает, что он подготовил. А как в том анекдоте, ну ты тоже говори. Поэтому это вот его теория, но я вам скажу, что у меня эти к-атлеты проверяли его теорию про сердце не машины и все остальное, и не работает. То есть не работает без объемов. Он говорит как? Ну типа вы натренировались нормально, объемы сделали, и все, больше вам объемы не нужны. У вас всегда будет все хорошо. Он говорит, ну что, в таком плане, то есть вы остальных год можете делать только специальную работу. То есть качать специальные мышцы, там условно, ноги, там, не знаю, заднюю поверхность бедра, там, ягодичную. И у вас все пойдет. Он говорит, ну мы попробовали, нас на три месяца хватило, а потом просто, ну, функционалка стала, падает и все. И мы ничего не можем сделать, мы понять не можем. То есть мышцы-то работают, а человек работать не может. Ведь у человека есть еще вот тут вот терпелочка, которую тоже надо пробивать. У человека есть еще вот это включение, понимаете, энергетическое. Когда ты бежишь, кто не победил, например, 90, 95, если кто-то, там, финиш, углиже, там, разгоняешься и пошел просто поливать. Вот просто забрал опущено, ты уже не понимаешь, что ты просто делаешь, и бежишь, ближай, ближай. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть опять, ребята, давайте просто теорию адаптации. Вот ключик, если вы не адаптированы к такой работе, вообще никак, как вы и сделаете на соревнованиях, когда вот он финиш, вот ты бежишь рядом условно со своим там соперником, как ты ускоришь что-то, если ты не умеешь? Ну ты не умеешь, ты просто, ты не адаптирован к этой вот работе, ты не можешь, нет. И вот это много нюансов, короче. Поэтому, когда начинаешь на практике смотреть, не получается еще, так это считается. Вот. Вернемся, когда, значит, поговорим про эти режимы энергообеспечения, чтобы вам стало понятно, там сразу станет понятен и по пищевым добавкам, что надо есть, что не надо есть. И почему, словно, зачастую креатиновые добавки очень хорошо работают на внушке, непонятно. Потому что креатиновая добавка, она вообще на все работает, на самом деле, ее просто надо есть правильно, и использовать правильно. Так вот, вернемся к длинному току. Сейчас рассмотрим с вами заброс. Вот это, конечно, элемент такой очень интересный, и потом забросик поработает. Почему интересный, и разделю его на несколько этапов. Первый этап, это само вот это движение. Вот. Как я уже говорил вам, майнинг. Да? Вот раз. Два. То есть, вот такое движение. То есть, когда мы здесь впереди, туда улетаем назад. Ну, мы обычно мы стоим вот так. И, казалось бы, ну так, куда мы там улетим? Нет, нет. А на самом деле, улетаем очень сильно. Смотрите, когда вы сядете. Смотрите. Вот я стою. И, когда я вас спрашиваю, мы скинули. Раз, седем. Оп. Мы здесь, парень, вперед, сюда добавим. А потом мы садимся назад. Сюда. Отваливаемся. Вот сюда вы держите. И тогда, гиря у нас взлетает не куда-то, куда нам не надо абсолютно. Ну, я вам покажу сейчас. У нас есть ловители. Ложи покажу. Ну, посиди себе. Короче. Вот. Ну, вот. Условно. Вот надо, чтобы гиря вот взлетала вот сюда. Да? Но если мы ее впихнем, она полетает сюда. То есть здесь нам приходится менять нагрузку. Опять же, это какие движения? Как я говорил, горизонтальные. Ребята, горизонтальные движения вам все придется гасить мышцы. Никто ничего за вас не погасит. Соответственно, горизонтальные движения, они нужны, как я говорил, для инерции. То есть без горизонтального движения вот этот мах, он не получится. Вот. Чтобы забросился. Горизонтальное движение очень нужно. Вот. Игиря, она никогда не бьет по плечу. Ну, я тоже первый, там, я чемпионат мира выиграл, я бил еще по плечам себе. То есть я вот так вот забрасывал тоже. Это нормально. Но потом, когда я уже пришел к определенному консенсусу, я понял, что не так надо делать. Вот. Раз, два. Оп. Оп. Видите? Все движение. То есть гирю отрубили, сбросили. Вот. Когда по плечу бьешь, значит, ты вот туда ее разогнал. А потом отсюда. Тащишь ее назад. И она вам по-любому бьет по плечу. И сегодня очень много вы можете увидеть мухи. Реально, вот они. Вот они стоят. Раз. Оп. И вот такая вот заброса. Шестьдесят восьмерники, шестьдесят тройники. Вот. Раз. Оп. Два. Раз. Оп. Два. То есть, на самом деле, вот этот вариант заброса, он намного легче. Вот честно, вот Сергей Анатольевич, когда выступал, вот результаты были, ну где-то сколько? Пациентов, наверное, на десять, по-моему, цифрам ниже, чем сейчас могут это сделать. Да? Где-то так? А я могу дознать, где-то. Категория шестьдесят, я купил шестьдесят два раза. Сейчас. Сейчас? Шестьдесят тройки. Восемьдесят два. Восемьдесят два. Шестьдесят пять. Или семью, восемьдесят восемьдесят восемьдесят. Семьдесят раз. Сейчас восемьдесят. Восьмидесятки было восемьдесят восемьдесят. Восьмидесятки восемьдесят восемьдесят. Сейчас восемьдесят пятки. Девяносто, что-то там, шесть что-ли. И, соответственно, свыше было. Сколько там? Девяносто. Девяносто два. Ну там видишь, там как. ты ж потом на переход до коллеги поэтому да выезд Гришин первый топ 090 потом выезд Гинькор дошли до 105-107 и все потом ты один дашь 100 там смысл в чем вот я когда поставил 116 на самом деле там подготовка была такая очень жесткая а на самом деле нифига не делал я ее спал и тренировал два месяца меня сейчас спрашивают а ты не хочешь там вернуться там что-то преднимать я говорю время не столько времени просто нет столько времени потому что когда приеду о семьяке я ему говорю почему 120 я ему сильнее сильнее годолад а я пахну там он был готов 118-15 может даже и 120 сделать он говорит да ладно зачем сразу сделать а потом все ситуация поменялась изменилась возможно не было столько времени тренироваться не было столько времени за 8-20 за 8-20 20 не поднял больше нет были какие-то такие ну да я 110 толкал за 9 с половиной минут на мере в Гамбурге но там я бы не толкал больше потому что там кисть села я бы даже 101 не запросил просто в моменте потом отказываешься и назад и не или нет и как это записывали попал не попал и и тогда казалось верил что все нормально все под контролем сейчас там политика пошла там всякая такая тема пошла она начала сбивать очень сильно и получилось так что не до результатов уже было если честно может быть я не реализовал себя и на цапку можно было толкать в принципе можно но сегодня же не есть но сегодня же не есть что тогда не сделали как бы легкие очень я считаю что в принципе из 117 будет еще долго вот судя по тому как развивается событие тяжи вообще такие ребята тяжи у нас очень мало функциональные единственный нормальный функциональный тяж сегодня вот прям реально это Ваня Марк только он живет в спортзале ну в реальности он живет уже лет пять наверное там на цикл не переключат ну на цикл